Здравствуйте, меня зовут Светлана Левич, я Максимович и сотрудник Интера, сотрудник братории материального отдела и в нашей братории, по-моему, проще занимаемся Адра, в первую очередь, конечно, расистик. И одной из важных вещей, важным сектором, под сектором Адра, сектором расистской экономики является, для одного этого, одним из направлений развития Филиции и декоративных государствам, и с этой точки зрения нам оказалось Интересно рассмотреть возможности и потенциал спроса на мировой рынке И, в первую очередь, со стороны крупнейшего технологика основного Китая Для начала я же нужно рассмотреть перспективы, как я считаю В Китае, в принципе, конечно, быстрорастущая экономика В терминах ВВП и даже реального управления правительства Растут и реальные стандартные доходы в высшем селении И пока они не собираются прекращать свой рост Этот рост доходов связан, оказывается, с ростом потребления некоторых видов подовольствия При снижении потребления таких видов производительств, как зерно, рубрингов Ну, типа продуктов И электродирки, такие как герметозы, картофель, правда При этом рост рынка мясной продукции при выделении на вид свинина, мясо круглого рогатого скота, мясо птицы, ранее, прочее для мяса Трактически линей И соответственно растет также, конечно, потребление зерна и картофель Но чуть меньшими темпами, связанным с ростом сентябристики, с снижением компонентов Стоит заметить, что практически все внутреннее потребление мяса в Китае До сих пор было вынатворено за счет собственного производства И доля импорта, и доля объема импорта, было достаточно мало Знаков в последнее время он ушел в пылях чуть вверх, но в рамках, ну, относительно общего потребления, но все еще мало При этом еще потребление, которое я сказал У зерна продуктов на почти 34-летней доможенке не выросло фактически Это средний график, стомарное общевое потребление Его индекс, ну, уже единиц Это было связано с снижением потребления на душу усиления Которое в лучшем анализе было достаточно постоянно увеличено в последние годы И даже рост усиления не способствовало суммарному увеличению потребления вещества Таким образом, суммарное, ну, если рассматривать баланс, у зернового баланса в Китае То здесь еще потребление практически константы Ну, на таком графике практически этого не видно Много там есть изменений Но из-за огромного объема, сотни миллионов тонн, они слабо родны в Китае И основной рост, соответственно, пришелся на протяжении 90-го года Это достаточно хорошее, что есть внутренние, внешние ценности Основной прирост пришелся на потребление на карман Ну, и на некоторые другие беды использования Там есть и для топлива, и для публичного хозяйства То есть, то, что нужно сказать, прочее Отметим, что импорт считается достаточно мало по сравнению с суммарным объемом длением Но уже достаточно ангелит в два возраста Ну, в возраста величинах, которые я говорил Скажи, что зерновое условие? Зерном имеется в виду не зерновые, без зернового пола Это пушеница, груза, рис, очмень, сорга, вес, кросса, критикали Все, что едят, без соли Все, что едят, без... Ну, есть еще одно облоговое... Не важно, не знаю, облоговое, облоговое, рис, ручок Из-за чего? Ну, это... Ну, что и есть облоговое основное... Да Еще один интересный факт Интересная, точнее, динамика Показывает Показывает запасы Которые задерживают детали И... Эээ... Мы видим в конце девяностое, в начале ДНВ, когда Проседал... Ээээ... Проседало... Проседало... Предводство внутреннее... Которое... Верхний график Красный, точно... Эээ... Проседало и оно, и... Эээ... Объем запасы Одновременно... Эээ... До некоторого... Значения... Эээ... Ну, относительного... Относительного... Других нужд И с тех пор... Эээ... Эээ... Это связано, конечно, с политикой Китая под запасом... Эээ... Эээ... Китай вернулся к достаточно высоким Казательным показателям Запасов... Дорна... И... Они... Еще не доходят до пиков 98-го года но уже достаточно далекие, и есть основания полагать, что этот рост прекратился. Для оценки будущего импорта в Китае была построена модель с нами, в которой было несколько репотинств вещевых, которые я сейчас пролистрирую. Во-первых, это не приходится к росту потреблений, жирночистых продукций, исключению потребления продуктов. Два сценария, где выходит к импорту жирночистых продукций. Я дальше протестрирую. Далее, исключение перманемости. В окружении производства жирночистых продукций есть некоторая политика запасов и экспорта деревновых. Ну, как сказать, достаточно мало, на сегодняшний день. И две репотицы относительно сильных вещей и урожайности жучьих. Итак, здесь на этой графике представлены динамики, синие и красные репотицы, динамики численности населения. Здесь взят медианный прогноз по 2017 годов. И вышедшая на полку, красную серебряную шерпу, динамики. Соответственно, относительно стабильно, еще как раз верно, на самом деле она даже очень плакт. С 40-го прогноз. Относительно рост отопления продукции жирноводства. Слева и справа, в первой шерпе, соответственно, неспективный прогноз. В основном это стабильный достаточно рост. Стоит заметить, что здесь уже слева есть некоторые предсчетные причины. Имеет всегда баланс хорошо организован и всегда хорошо видно реальность нашего обсуждения. Поэтому этот перегиб, изменение предходное, но на самом деле более гладкое, возможно. Но это первый вопрос вообще. Справа, соответственно, самарное зрение мяса по виду, просто множественно усилие. Слева вставлены, собственно, две основные гипотезы, которые составляют стелус и сценарий. Это доведение доли импорта мяса в внутреннем этапе с 5% в церковом году и до 10%. Соответственно, разница в два раза практически в среднем значении это 6-12 миллионов тонн. И справа представлены сценарии динамикой наемности продукции животноводства внутренних людей. Здесь наиболее лучшие данные. Здесь спортические методовые статистики. Есть отдельные оценки по конкретным породам животных, по конкретным провинциям Китая. Нет официальной статистики на самом деле. И это все в основном оценки, поэтому оно не гладкое. И гладкое, и в основном это оценки. Производство зерна, которое, соответственно, предмет урожайности на площади, немного растет. И этот рост в основном связан с урожайностью. При 17 площади посевов, которая действительно была ограничена на всем пребежутке, перспективно даже с 60-х годов. То есть вот эти вот росты падения площади посевов и терновых, они были в некоторых рамках. И повышение площади посевов точно помогли. А значит, урожайности терновых или перегиба, есть опять же методический момент, связанный с целью Китая, по ограничению, внесению удобрений и средств против языковых использований, и ограничения людей, то есть на дикта. Соответственно, прошлая динамика привязывается в основном именно удобрения. Прошлая динамика уже не задержана. Процентка реакции на 98 вещам. То есть это очень сильно влияет на динамика урожайства. Соответственно, с разными сценариями к новому потреблению, в мясном хозяйстве в Китае есть два варианта развития. Здесь представлены по разным видам мяса эти расчеты. Первый сценарий – это 5%. Второй сценарий – это 10% импорта. Соответственно, импорт не потреблений. Разница невелика, но она есть. И это около 10 млн тонн. Ну, невелика, как истинная. Изобразительно, например. Заметим, что в Китае достаточно уникальная страна в части структуры формового потребления, которые производятся соответственно. В основном это мясо свиней. Только не очень давно растет мясо птицы. Не так давно оно было очень далеко. И еще более важно, что мясо КРС, которое самое взвоемое среди всех видов мяса, оно тоже очень мало. Не сравнимо, например, с российским, точно не сравнимо с американским. Поэтому здесь, на самом деле, много зависит еще от возможностей изменений в структуре, которые еще более слабыми. И конечный итог этого расчета – это два ряда знаменики импорта зерна в Китае. К сороковому году, соответственно, это либо 55, либо около 65 миллионов тонн гернат. Ходение в первом году прогноза связано с тем, что прошлый импорт, в последние 8-7 лет, практически был равен приросту запасов. То есть, если положить в прогнозе, в гипотезе, что прекратится такой сильный тонн запасов, как было показано ранее на графику баланса, то, соответственно, импорт упадет на эту собственную причину. Но, однако, он дальше, конечно, продолжил свой рост. И относительно российского экспорта теперь в Китае, особо я не знаю, с 76-го года был введен на крепкий тайный импорт. Советского права у герна, чунист. И только в 2006-м начались активные действия страны России по открытию доступа в Италии, по открытию доступа российского герна в Китае в Крыму. И где-то около 2015-го года они замечались под каким-либо успехом. В 2014-м году это были тысячи тонн. По разным сведениям, по сведениям, например, в Италии таможенной службы все еще нет миллиона тонн экспорта, суммарно экспорта. Но если взять, что Россия сможет преодолеть многие проблемы как-то логистика, как-то эпизодическая ситуация, как проблемы с тем, в связи с тем, что в Китае производство уходит чуть глубже страны, глубже от побережья, где будет листья архивная территория, где поэтому будет перестроено немного терновое хозяйство. Если Россия с этими трудностями справится, то если взять, скажем, долю 25% от китайского рынка, то Россия взаимодолее 40% от 25% от китайского рынка, то это будет 9-13 миллионов тонн. И это нынешние показатели экспорта в Египет. Египет первые в первичной струке инфраторах термана, ну в первичной направлении российского государства, точнее. И, соответственно, увеличение присутствия России на китайском рынке может очень сильно повлиять на развитие российского внутреннего рынка термана. Спасибо. Ну, это при гипотезе в четверть всего 19 китайцев. Ну, учитывая, что Россия, что сейчас Украина, способна составлять на китайский рынок условия практически неистичные, ну для украинского, ростовского, это вопросов для Германии, для украинского, то, ну, там, конечно, есть эти примечения, связанные с стоимостью, здесь, как и среды, не только с этими значениями для силов и силовий. Конечно, украинское верно может быть, может быть, дешевле, связано с разницей в странице труда и прочее. В этой стране, в России, есть больше вариантов для царственной поддержки для верна, для носа верна. Соответственно, да, 10 миллионов. 10 миллионов могут быть. А можно я перейнуться на пару график? Вот. График стал напоминает, что у меня динамика не идут. А то, как цыган учил, может быть не здесь. Дин учил, два учил, в конце недели почти не учил, только нож. Вот. В какой день недели, мы сейчас знакомы, в Китае сейчас находится, на каком неделе? В ровно цивилии, где культурный счет там. Принтересный вопрос. Опять же, я уже говорил, это один из самых плохо обозреваемых личин, по-моему, для огромного китайского рынка, который, в основном, это свинина. Большая часть свинины – это домашнее хозяйство, скажем так, врагу. Хозяйство, они не сложно просто обозревать. Они по всему китайцу гораздо простыми, они не причиняются правилам предоставления статистики. Статус такой большой теневой сет, да? Он не совсем теневой, он оценивается, да, он теневой, в том смысле, что он не предоставляет статистику. Сколько человек? Сколько человек? Да, это только вопросы, балансовые расчеты, работы от ведомства. Да. Я думаю, что если нет сложения кормоемкости, на самом деле, гораздо меньше, тогда... С другой стороны, кормоемкость в промышленных хозяйствах ниже, чем в домашних хозяйствах, поэтому... В принципе, это расчетная личина, она... Ну, запасы тут нет. Запасы? Запасы по этому показателю? Нет, ну, он может и быть запас, в том смысле, что продолжит происходить смещение структуры производства по видам хозяйств с мелких хотя бы к среднему, потому что средние, ну, в питательном штабе средние — это тоже тысячи. Ну, не важно, по-другому, но десятки тысяч, тысячи, десятки тысяч — это оптимальное по некоторым подсчетам включение. По птице, например, это изменение структуры головья с желтой и белой и изменение белой утки. Утка очень много для меня это литинская утка. Она не просто популярная. То есть это не нарез, это инициативная структура производства, не спец употребления. не 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 а не не а и не прошлого года, ну, примерно, официально на зарплату, ну, так, между пяти и шестью миллиардами. Импорт китайского продовольствия в России примерно столько. Вот. И, ну, насчет зерна, тут, да, они разрешили поставки, все равно ограничивают краевность. Это тоже, ну, фактор такой серьезный, который может влиять, да, поскольку, ну, это и транспортные издержки и прочее. Вот. Но потенциал, естественно, есть, и сейчас подвышки пошли и с местной продукцией, с птицей, вот, с вининой тяжелее, поскольку Китай – это самая большая в мире патология свиней, и они очень боятся завезти из России хоть и чем, может быть, катастрофа. Ну, а у них уже есть. Ну, они не работают. Вот, поэтому со свининой будет тяжелее, но гироток уже пробился, вот, то есть перспектива есть. А почему мороженое запретили? Что? А почему мороженое запретили? Зеленые? Ну, смороженое вообще чудеса, конечно, оно очень популярно в Китае, смороженое, но подделки там научились делать очень быстро. Все линкотанул, оберточки, все, и… А там внутри, конечно, совсем другое. Вот. Ну, с молочкой вообще, конечно, особый случай. Ну, тут гораздо больше у всех фитосанитарных требований, но… Да, в следующей молочке у меня нету различных дипотиков по ценаме. Это приведет на сохранение текущей доли импорта во внутреннем потреблении. Ну, помочь в Китае. И появится.